Здравствуйте! В этом коротком эфире я расскажу про три причины, почему вы до сих пор не вернули своего любимого человека после расставания. И в конце, если у вас будут вопросы, то задавайте, я с радостью отвечу. И прежде чем мы перейдем, буквально два слова скажу про то, что я в теме восстановления и сохранения отношений помогаю уже более 10 лет. Поэтому буду делиться практическим опытом. Итак, поехали! Первая причина, как я это называю, что женщина затаилась и наблюдает за ситуацией, как же оно все без меня разрешится. Сюда же относится то, что или страшно как-то покоммуницировать, что-то сделать не так, потому что мужчину боитесь оттолкнуть. Или просто не хотите. Хотите, чтобы как-то он волшебным магическим образом вышел с вами на связь. И эта позиция такая, как наблюдатель. Почему я вообще не рекомендую быть в позиции наблюдателя длительный срок? Длительный – это, не знаю, более месяца, более двух месяцев. Потому что чем больше проходит времени, тем мужчина отдаляется, связь между вами ослабевает. И восстановить отношения уже намного сложнее, чем сразу по горячим следам. И, скажем так, вот этот страх, что страшно, если я сейчас выйду на связь, и он, не знаю, заблокирует меня, или как-то нагрубит, скажет что-то плохое, и будет просто чувствовать себя плохо. Если вы будете чувствовать себя плохо, то скажу так, что, безусловно, если у вас нет понимания вообще, что писать, как писать, как общаться, как часто, с какой периодичностью, какие темы затрагивать, то, безусловно, лучше вообще не писать. Почему? Потому что при восстановлении отношений мужчина наблюдает, смотрит вообще за вами. А вообще, как вы себя ведете, как вы общаетесь с ним, а стоит ли вообще второй раз наступать на те же грабли. То есть он, скажем так, мониторит, сканирует вас при любом контакте. Если вы, допустим, не понимаете, как формулировать, как вообще выходить на связь, как общаться, то, в любом случае, вам нужно обратиться к специалисту. Например, я помогаю на консультации или в тренинг. Поскольку, когда мужчина понимает, что такая же ситуация повторится, то есть будет плохо, будут токсичные отношения, будет то, что раньше, отчего он, допустим, ушел, то он, естественно, не будет хотеть наступить снова на те же грабли. И обычно мужчины открыто об этом и говорят, что я не хочу еще раз входить, дважды не входят в одну и ту же реку, я не хочу наступать на одни и те же грабли. Вот, соответственно, вот эта причина, по которой, то есть, если вы затаились, наблюдаете, то в большинстве случаев ничего не будет происходить. Почему? Потому что мужчина не видит ваших изменений. Он не понимает, что, возможно, снова в повторном примирении будет все по-другому. Вот, и, конечно, где им было плохо, где он чувствовал себя, возможно, душно, скучно, то он, вот те прошлые отношения, он не хочет возвращаться. И, соответственно, он никак себя не проявляет. Поэтому, если вы хотите восстановить отношения, то нужно занять позицию не наблюдателя, а автора, ситуации автора своей жизни. Вот, вторая причина – это когда эмоции танцуют сальсу. Это, думаю, такое любимое выражение. Что происходит, когда у вас эмоциональные качели, ментальная жвачка, когда вам плохо, когда вы чувствуете себя разбито, подавлено, то от вас исходит отталкивающее поле. То есть отталкивающее поле, когда не хочется к вам приближаться, хочется держать дистанцию, и где-то, не знаю, с радиуса километра вот можно там как-то перекидываться словами. То есть, когда вы в подавленном, плохом состоянии настроении, мужчина это чувствует, считывает. И не только мужчин, это все окружающие люди чувствуют и считывают. Соответственно, он не хочет приближаться в то, отталкивающее ваше поле. И когда он не хочет, не возникает у него желания, у него наоборот, даже в зависимости, в кавычках, в какой вы стадии, он может вообще просто избегать, отвечать сухо, стараться вот как-то сторониться, вот. Или просто из вежливости с вами общаться там, отвечать вам. Вот. То есть ваша задача, если вы чувствуете, что вам плохо, вас немножко штормит, то ваша задача взять, я понимаю, взять эмоции под контроль и сделать все для того, чтобы вы почувствовали облегчение, чтобы вам было хорошо и, ну, как бы, как до расставания. Иначе у вас, ну, просто ничего не получится. Потому что, повторю, что в отталкивающее поле мужчина не захочет к вам входить снова. Вот. И, например, у нас есть в тренинге целых 9 уроков, где мы работаем с вашим состоянием, где я собрала различные техники, практики, чтобы вы буквально за недельку, две вошли в ресурсное состояние, почувствовали себя свободно, легко, радостно, наполненно. То есть поменялась ваша энергетика, поменялось ваше состояние. И чтобы вам хотелось подойти, чтобы у мужчины возникало к вам притяжение, страсть, химия. Вот. Это такая, как бы, основа. И третья причина – это когда вы общаетесь, допустим, по интуиции, общаетесь как-то хаотически. И мужчина понимает по поведению и по общению, что вы не изменились. Я уже в первом пункте затрагивала эту тему. То есть что значит измениться? Это, допустим, вы в отношениях перевновали, допустим, вы, не знаю, были постоянно недовольны. И вы, допустим, у нас как это происходит, расскажу на примере, так просто понятно, что не на пальце. Вот, к примеру, в моем тренинге девушка проходит вот этот первый базовый блок, девять уроков по налаживанию внутреннего состояния. И, соответственно, уже извлечается другое поле от них. И они себя по-другому уже ведут. То есть они более расслаблены, более спокойны, более наполнены. Вот, и, соответственно, при общении с мужчиной он это чувствует, он это считывает, что что-то уже поменялось. Вот, допустим, вместо контроля, как раньше, вместо напряжения, вместо недовольного лица, вы ведете себя, располагаете к себе. Вот, вы вызываете такое желание с вами пообщаться, желание с вами соприкоснуться. Вот, соответственно, мужчина как бы чувствует и видит, что у вас произошли изменения. Вот. Так, секундочку. Так, а я на трассе просто сижу, и все различные звуки, не знаю, слышно, не слышно, пытаясь уже вошла в поле общаться, и тут посторонние ушки звуки у меня дисбалансируют. Вот. И когда мужчина видит, чувствует, что вы изменились, потому что у вас другая энергетика уже достала, вам стало тянуть, вы стали располагать мужчину, то в таком случае, конечно же, у него возникнет желание восстановить отношения, наладить отношения, желание снова быть с вами вместе. То есть это целая такая система. И очень многие, ну, не знаю, думают как-то, что оно как-то само собой все стучится, оно должно как бы... Я не спорю, что немного, небольшой процент ситуации вставание восстанавливается довольно быстро. Вот. И все зависит от того, как вы расстались, первое. Все зависит от того, какие ваши в целом были отношения. Если там было очень много негатива, если там было очень много там претензий, напряжения, недовольства, и в целом, если посмотреть, ну, как бы в привычках трезво на ситуацию, то есть проанализировать, то вы понимаете, что вот, ну, реально там были отношения, ну, не самые лучшие. То есть там очень много плохих воспоминаний, послевкусия, выноса мозга и так далее. То, соответственно, в таких ситуациях мужчина не будет точно бежать, мириться, как-то себя проявлять, потому что он не хочет повторений. Вот. И часто мне женщины говорят, что, Виктория, ну, вот я все поняла, вот я сейчас, не знаю, просмотрела вас, ну, как бы это все понятно, я же точно себя так вести не буду. Вот. И, ну, как бы то, что вы осознали, это очень круто, да, то, что вы там по видео моих определили, что там какие-то ошибки, какие-то там, что что-то у вас было не так в отношениях, это все круто, но этого недостаточно для того, чтобы мужчина почувствовал, что вы изменились, то есть трансформация не произошла. Трансформация происходит на уровне мышления, на уровне энергетики и на подсознательном уровне. Осознание только на мыслительном уровне. Знаете, как такая идея, раз, лампочка зажглась, о, точно, я вот так делала неправильно, вот так нужно, все, побежали. Но, ну, скажем так, это такая верхушка айсберга, которая, ну, говорит о том, что, ну, осознали хорошо, а что дальше, да, вот, то есть не произошли никакие изменения. Вот. И, ну, как бы в своей программе я собрала такие техники, такие методики, которые именно позволяют вам измениться на всех трех основных вот этих уровнях. То есть когда мужчина с вами общается, даже если он не общается, допустим, мы с вами грамотно упаковываем социальные сети, то есть передаем через свои фотографии, через контакты, ну, как бы, как не через контакты, через свои фотографии, через свой контент, это уже считывается, что у вас запустились какие-то изменения. То есть для того, чтобы восстановить отношения, важно, чтобы мужчина увидел, да, вот, почувствовал, показать ему, что эти изменения, они произошли. Иначе, повторю, что мужчина не хочет возвращаться туда, где было душно, где было плохо, где было много скандалов, где-то пониманий. И в целом такая накаленная обстановка, атмосфера. Почему не хочет? Потому что у мужчины в отношениях от женщины только нужно состояние. То есть когда он рядом с вами чувствует себя классно, кайфово, то он хочет находиться рядом с вами. То есть если этого он не чувствует, то он не так, как женщина. Женщины идут на жертвы, что уже давным-давно, допустим, разлюбили мужа, уже чувствуете, что отношения вообще не те, не хотите, но ради детей терпите, ради там чего-то, что другие скажут, терпите. Вот, то есть там причины миллион может быть, почему вы уходите сразу. Вот. А мужчина намного проще переключиться, чем женщина, потому что в них сфера отношений, она не в приоритете. То есть если он почувствовал, что его состояние рядом с вами крылья и новое, то есть не чувствует кайфа, не чувствует такого измененного состояния, то он какой-то период еще смотрит, наблюдает и потом просто уходит. То есть уходит с отношений, уходит оттуда, где ему плохо, где ему не кайфово. Вот такое слово, как бы кайфово ничем не заменить. То есть это все понимают такое значение. Вот. И даже эмоциональный как раз. Поэтому, если у вас возникает с этим проблема, да, то есть вы не понимаете, как же измениться, вы не понимаете, как вообще грамотно с мужчиной общаться, вы не понимаете вообще, как бы протранслировать, показать мужчине, да, вот что в ваших отношениях возможно, возможен второй шанс, что вам реально будет классным пейсием, вы не умеете менять вот состояние мужчины, да, вот создавать такие условия, при котором он меняется, меняет свое состояние, и его начинает как магнитом тянуть к вам, и он хочет находиться рядом, то приходите ко мне, я с радостью вас обучу. И все ссылочки оставлю в комментариях или в описании к этим видео. Вот. Если есть какие-то вопросики, пишите. Так, сейчас я запляну, не обновляется. Окей. То есть по трем причинам, думаю, что все понятно, то есть мы с вами разобрали, почему до сих пор не восстановили отношения, вы можете написать, какая причина, какую причину вы узнали у себя. То есть первое, как подрезюмирую, то, что вы позиции наблюдателя, вы наблюдаете, и, соответственно, никаких действий не совершаете грамотно, да. Второе, это когда у вас эмоции танцуют сальсу, то есть от вас исходит отталкивающая воля. И третье, по общению вашему, по поведению, мужчина видит, чувствует, считывает, что вы не изменились, и, соответственно, он не хочет назад возвращаться в те прежние отношения. То есть вот эти три такие причины мы с вами разобрались намного больше, но в этом коротком видео я вам рассказала про три основные причины. Кстати, тоже в комментариях пишите, если хотите, чтобы я вообще все причины раскрыла, по которым, возможно, вы до сих пор не восстановили отношения. Итак, хорошо, дорогие мои, рада была сегодня рассказать вам, поделиться этой информацией. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Желаю вам поскорее наладить свою личную жизнь. Вы достойны лучшего. С вами была Виктория Пласова. Свои вопросы пишите в комментариях. Возможно, я в дальнейших постах или в видео, или в таких какими эфирах соберу и с радостью отвечу. Пока-пока. Увидимся. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры